Друзья мои, мы с вами в нашем любимом магазине делаем наш любимый шоппинг. Сейчас, сейчас, сейчас мы посмотрим. Будет ли у нас сегодня, нам сопутствовать удача? Как вы думаете? 4 доллара, браслет. Единственное, что... Нет, нет, нет. Оставим. Винтажные клипсы, но такие простенькие, пластиковые. И тут же рядом с ними, тоже за 2 доллара, тоже винтажные, просто серьги на винтах, тоже простые. Так, что у нас сегодня ждет? Смотрите, какое интересное колье. За 4 доллара. Вот здесь у него такой замок, видимо, магнит. Оно очень интересное. Маркировок нету, но я положу его в тележку, просто потому, что оно мне нравится. Согласитесь, оно интересное и очень... Ну, такое, необычное. Я вообще заметила, что мне надо начинать не сначала, потому что почему-то все самое интересное обычно находится в середине. Вот я сейчас к ней, к середине стенда и отправлюсь. Смотрите, какие серьги. 4 доллара. Здесь какая-то маркировка. Нет, маркировки нету, но они очень классные. Смешные, такие морские. Что-то мне здесь виделось. Так. Нет, это что-то неинтересное. Так, кулон каменья. Сейчас мы рассмотрим его. Нет, здесь нету никаких маркировок. Хотела подойти сначала к прилавку. Там столько людей. Я видела там красивые вещи. Сейчас, наверное, все купят, пока я здесь шарюсь. Ну, что делать? Нельзя все поймать. Все охватить. Смотрите, какое красивое колено. В нем явно чего-то здесь не хватает. Я не вижу никаких опознавательных знаков. Никаких Брошь-чайник за 4 доллара. Давайте я ее положу в тележку. Потому что она смешная, интересная. Потом уже я рассмотрю, есть ли у нее какие-то маркировки. Но застежка винтажная. Ага. Вот так она называется. Пьютер. Пьютер, по-моему, написано правильно. Ну, ладно, положим ее. Сердце. На жемчугах. Так. Это запонки. Я их не покупаю. Мне некуда. Ой, смотрите, какие прикольные сережки. Опять. То у меня интересные, то прикольные. За 10 долларов сделаны под гучи. Я не знаю. Мне не нравятся просто тем, что они очень необычные такие. Интересные. Опять интересные, опять необычные. Опять прикольные. Давайте я их положу в тележку. Надо рассмотреть, чтобы у них все камушки были на месте. И тогда мы посмотрим. Это, по-моему, какой-то пояс или что это. Я не понимаю. Так, манисты. Здесь брошь у нас большая. Прибольшая. За 6 долларов. Маркировок, по-моему, нету. Ну. Ну, ну, ну. Положим в тележку и посмотрим. Здесь такая брошь. Оставим. Вот сережки. Я видела здесь брошь как-то несколько недель назад. Точно такую. Но я, по-моему, ее не купила. А может и купила. Я не помню. Я не помню. Не знаю, брать, не брать. Не помню, купила ли я брошь. Поэтому я их оставлю. Вот будет обидно. Представляете? Интересные какие клипсы. Явно винтажные. Но, по-моему, без маркировок. За 5 долларов. Я их потом рассмотрю поближе. Вот тоже совершенно явно винтажные клипсы. Скорее всего, кора. Маркировки нету. Но они такие все желтые. В клеем залиты. Если бы было колье... Знаете, что я их положу в тележку? Если я найду колье под них, то я их возьму. А если колье не найду, то не возьму. Хотя иногда бывает, что колье могут вывесить на несколько дней позже. Вот сережки сейчас повесили, я их не возьму. Потом приду через несколько дней и увижу колье. Что-то такое. Не знаю, что. Просто симпатичное что-то. Здесь тоже что-то симпатичное. С какой-то маркировкой. Давайте посмотрим. Это что-то современное, но может быть неплохой бренд. Давайте посмотрим, что здесь написано. Буквочка М. Не знаю, кто это. Стоит оно 6 долларов. Вот такая вот цепь. Вот такое колье. Жемчуга тоже с сердечком. Что-то уже подобное у нас было. Какой симпатичный котик. Смотрите. С усиками, глазками. Надо тоже все-все. Или же за 3 доллара. Не знаю. Может быть и с Алика. Ну, красавица. Подумаем. Так, такой брошь я, по-моему, уже видела здесь. Клипсы. За 4 доллара. И еще одна клипса. И что-то написано. Или мне кажется. Не знаю. Я в тележку положу. Они интересные. Я посмотрю, если я найду на них маркировку, пока не вижу. Сразу. Сразу. Я уже просто молча перебираю. Жемчуга ободранная. Молча перебираю, потому что что сказать, когда нечего. слон очередной. Нечего сказать. Так, я, наверное, сейчас выключусь. И включусь, если увижу что-то интересное. Ну, вот сразу посмотрю на эти клипсы. Большие. И повешу их назад. Сейчас еще посмотрю вот на эти клипсы. И тоже повешу их назад, скорее всего. Еще посмотрю на эту брошь. Раз я уже тут рядом стою. За 4 доллара. Ой, колючий замок. Что-то она мне напоминает. Ну. Маркировок нет. У меня что-то похожее уже есть. Ну и, как всегда, не везет нам с украшениями. Но, по-моему, очень везет с чашками. Которые нам уже некуда складывать. 9,99. Боже ж ты мой, какая красота. Сделано в Англии. Посмотрите, какая чудесная красотка. И здесь еще и так много других чудесных красоток. Посмотрите на это. Тоже английская чашка. Вон ее блюдце. Тоже 10 долларов. Так. И мы остановились возле вот этой красавицы. Да. У нас последняя очень хорошо с украшениями. Но что-то невероятное происходит с чашками. Вы сами бьете. Роял Стаффорд. Английская. 10 долларов. И вот здесь же рядом розовое чудо. Английская. О боже, как красиво. Тоже 10 долларов. Просто невероятно. Так что, девочки, я скоро стану собирателем фарфора, а не украшений. 7,99. Вы видели такую красоту? Написано, что это ручная работа. 8 долларов. Мне кажется, она немножко подоблезла здесь. Вот видите? Да. Или так должно быть. Вот видите, вот здесь вот этот рисунок немножко сошел, потому что здесь он поярче. Жалко. Ну, такая невероятная красота. Но она не совсем в идеальном состоянии. Так, что здесь у нас? Английская. 8 долларов. Подумаю. Так, сверху. Вытащила вот такую. Так, это не мешает. Что-то мешает. 8 долларов. Японская. Японская. Тончайший фарфор. Ну, а на видите, здесь чип, ну, как бы кусочек отлома. Жалко. Очень красивая чашка. Несем ее назад наверх. Так, берем сверху. Несем сверху вот такое чудо за 10 долларов. Роял Алберт английский. Смотрите, я вижу что-то офигенно красивое. Вы представляете, девочки, вот такое вот у нас изобилие и разнообразие. Всяческая красивая винтажная посуда. Роял Винстер английская. В прекраснейшем состоянии. 10 долларов. Очаровательный цвет. Только я не уверена, что она уж такая винтажная. Уж слишком она хорошо сохранилась. Но чашка очень красивая. Вот такая есть красотка. Английская. Так, там дальше с фруктами за 10 долларов. В общем, короче, обзор посуды у нас. Обзор посуды. Потом вот я хочу посмотреть, что вот это такое. Здесь их три блюдца и... Нет, четыре блюдца и четыре чашки за 10 долларов тоже. Я не пойму, кто это производитель. Но очень милая посуда. Давайте посмотрим поближе. Посвет. Польская. Полон написано, да? Ну, ладно. Польскую чашечку мы оставим. Что тут еще наверху? Что тут еще наверху у нас есть? Такая. Там что-то еще было в глубине или мне кажется? Так, что-то с лошадкой. Это канадская чашка, наверное, потому что это канадская форма. Нет, английская, но в Канаде полицейские некоторые носят вот такую вот форму. Большие шляпы и красные мундиры. специальные такие канадские национальные силы полиции, гвардии национальной канадской. и вот такая вот. Тоже красавица. Но я набрала уже так много, что я думаю, мне хватит. по-моему, я вам показала все. Вот насчет этого я не знаю. и что там у нас еще какие-то цветочки. Вот это вот цветочки, вот это что-то малюсенькое. Здесь, по-моему, одна чашка и несколько блюдец. Так, ну и все. Больше из посудных красот ничего такого не наблюдается. Ах, жалко вот это у меня. Какая она красотка. Но облезла немножко, поэтому остается. Вот я вам показывала красотку. Наверное, уже показывала. Я уже не помню. Они так себе... Ох, май гад. Чуть не разбила. Тоже английская. Вроде целая. Но она, видите, у нее здесь край немножко не слишком хорошего состояния сохранился. Но я ее не разбила, девочки, честное слово. Я старалась быть аккуратной. Вот это я вам, по-моему, не показывала. Жар-птицу. Тоже английская. Красавица какая. И вот такой блюдце. За 10 долларов. Да? 10. Птичка. Так, заключение. Мы тут в картинах и в книжках. Боже, мы здесь четыре руки. Ужасно как. Так, ну что. С украшениями у нас сегодня не ахти. Зато с чашками и с книжками у нас сегодня удача. Значит, смотрите. Вот эти серьги я, скорее всего, возьму. Несмотря на то, что они не дешевые и, скорее всего, современные. Сделаны под гучи, типа. Но они мне нравятся. 10 долларов. Я, наверное, могу, конечно, на Алиэкспресс найти их долларов за 5. Но там пока привезут, пока туда-сюда. В общем, не знаю. Короче, мне они почему-то вот понравились. Вроде все на месте в них. Так, котяру. Котяра симпатяга. Не нашла ничего про котяру, но мне кажется, что в нем что-то есть в этом котике. Нашла без вас еще вот такие клипсы Кора, которых у меня такого типа клипс. очень много, только все с разными с разными как сказать, вставками пластиковыми. Так, вот этот листья мне понравились. Большие, такие красивые. Очень даже неплохие, хотя не маркированные, но брошь красивая. Так, эти клипсы винтажные, конечно же, но они такие побитые все. Даже вот этот пластик, даже я рассматривала. Во-первых, нет маркировки на них, но это даже не грязь, это вот они просто ободранный пластик. Жалко, но придется оставить. Эти тоже ничего из себя не представляют. Эти я возьму, наверное. Они немножко такие, их надо просто почистить, помыть. Я надеюсь, что это все отмоется. Так, вот этот, вот это ожерелье я, наверное, оставлю, потому что, не знаю, ничего в нем такого нету. вот это было, конечно, написано Пьютер. Я долго читала, читала, читала. Здесь написано Пьютер. И я его, наверное, возьму, этот чайник. Потом, без вас, я нашла вот такой вот, такой кулон Иван. Ну, он, видите, какой-то ободранный, побитый, покоцанный, в общем, хотя симпатичный, красивая цепочка. И вот такие вот бусы. Не гранат ли это? 4 доллара. Старенький замочек, они явно старенькие, бочка, такой старенький замочек. Как вы думаете, что это за камень? Это камень. Может быть, это гранат? Ну, гранаты дорогие. Наверное, что-то, скорее всего, дешевое, похожее на гранат. Не знаю. Еще подумаю. Ну, и у нас, конечно, сегодня... Да, кое-что я купила из-за прилавка. Сейчас вам покажу. Быстро покажу. Я просто уже не снимала, потому что у меня там не очень как-то на меня смотрели хорошо. Вот такой брошь. Красавицу. Без маркировки. Вот такую брошь, красавицу, за 8 долларов. Тоже без маркировки. И вот такие интересные клипсы. По-моему, они сделаны из хрусталя. Они довольно тяжелые. У них есть патент на них сзади. Видите, здесь не маркировка, а именно номер патента. Прикольная, правда? Мне понравились они. Сколько они стоили? 13 долларов. Дорого, но мне понравились. Так, потом я нашла книжку. Прошлась по книжкам. Книга про мою любимую Джан Риверс. Я люблю ее, во-первых, за ее, так сказать, за ее человеческие качества. Она была очень умная, остроумная. Такая, знаете, sharp woman, как у нас называется, острая женщина. Она просто великолепная. Я ее обожаю. Чувство юмора невероятное. И она выпускала, у нее была линейка невероятных украшений, которые тоже очень ценятся бижутерии. И вот это про нее книга. Я хочу прочитать ее. Ну и у нас сегодня чашки, девочки, вы видели. Сегодня просто невозможно было уйти от этой поляны. Я еще, может быть, переберу и посмотрю, какие из них я возьму. Может быть, не все. Но пока что они у меня в тележке, и я подумаю над ними. Вот. Ну вот такой вот у нас сегодня улов. Украшений мало. С украшениями на что-то совсем плохо стало. А вот с чашками прямо очень хорошо. Все. Всех люблю, целую. Надеюсь, что вам было со мной интересно. Всем привет из Канады. С вами была Тита. Пока. Пай-пай. Пока.